Следующий у нас Владимир Федоров, Совкомбанк. Здравствуйте, я представляю проект регистрации в блокчейн. Меня зовут Владимир, я из Санкт-Петербурга, родился в Новокузнецке, мне 28 лет. Увлекаюсь криптовалютами несколько лет, работаю в Совкомбанке. Ну как начинал обычным сотрудником, ну сейчас тоже обычный сотрудник, работаю в направлении малого и среднего бизнеса, развиваю направление в своей бизнес-группе. Совкомбанк, крупный банк, входит в двадцатку лучших банков по розничному кредитованию и вкладам. Внутри банка есть корпоративное мероприятие, лига достижений. Ежегодно собираются сотрудники всех филиалов, устраивается конкурс, где сотрудники презентуют свои идеи для улучшения работы банка. Мой кейс – это мой проект, мои команды на текущей лиге достижений. В кейсе я поговорю о том, как действительно вносить данные, записи какие-то в блокчейн именно биткоина и затрону практическую сторону, как вижу, как можно реализовать эту процедуру в компании, такой, как, например, банк. Да, действительно существует возможность вносить в цепь биткоина сообщения. И давайте подумаем вместе, что дает такая возможность. По сути, биткоин существует уже восемь лет и будет существовать еще десятки лет и, возможно, веками. И реестр распределен, и его очень сложно выключить. По сути, то, что мы оставляем в блокчейне биткоина, оно остается там навсегда. И это дает нам возможность сохранить факты сейчас, которые будут доступны людям, ну, там, следующим поколениям на долго-долгое время. И сейчас также централизованные системы сохраняют некоторые факты. Это и нотариальные конторы, разные ведомства, государственные структуры. Так вот, мой кейс – это как решение, которое сможет заменить часть таких функций, этих нотариальных контор и других, возможность заменить часть этих функций. Давайте подумаем, какие факты хотели бы сохранить именно мы. И на ум приходят такие важные из нашей жизни факты, как соединение двух сердец, свадьба. И в этот момент мы собираем всех родственников, мы всем-всем рассказываем об этом факте публично, одеваем обручальные кольца друг к другу, супруга меняет фамилию, как правило, на фамилию мужа. И это достойно того, чтобы отразить такую информацию, как факт в системе блокчейна. А потом уехать в медовый месяц. Другой факт – это рождение человека, ребенка. Такую информацию тоже можно оставить в системе блокчейн. Многие семьи действительно дорожат своими детьми и работают, работают и живут ради будущего своей семьи, своих детей. Также предлагается регистрировать и другие факты по свидетельствам из ЗАГС. Это факты расторжения, брака, установления отцовства, хода из жизни. Те факты, которые можно подтвердить свидетельствами из ЗАГС. Техническая реализация. Чтобы все записи были в одном месте, они должны исходить из одного публичного ключа в сети биткоин. Это дает доверие к записям, дает понимание, кто их осуществляет и по какому принципу. На слайде изображен публичный ключ, с которого мы собираемся осуществлять такие транзакции, сообщения. Да, есть некоторые мысли. Кто-то думает, что если оставить примечание в биткоин-клиенте с каким-то свободным текстом, то он останется в блокчейне. Нет, к сожалению, не останется. Он останется в клиенте, в памяти вашего клиента, либо на сервере сервиса, который предоставляет такую возможность. Как же нам все-таки записать данные в блокчейн биткоина? Для этого мы используем RAV транзакции. То есть в целом-то мы записываем, используя исходящие публичные ключи. А RAV транзакции дают возможность нам выстроить правильную последовательность, указать конкретный исходящий публичный ключ. Рассмотрим, из чего состоит транзакция. Это входные скрипты и выходные исходящие скрипты. Давайте посмотрим сначала в более привычном виде в транзакциях биткоина. Как видите, с одного ключа на этот же ключ мы передаем монеты. И вместе с тем мы добавляем расходные операции на специально заданные ключи. Отправляем туда минимальное количество возможных монет, 546 сатоши. Представленные ключи в формате BASE 58 в этом представлении. Мы их также можем смотреть в формате HEX. Так вот, формат HEX – это 16-ти личная система, и можно заранее специальным образом задать здесь смысловую нагрузку. Мы сейчас на примере этой транзакции посмотрим. Возьмем данные HEX, соединим их вместе и преобразуем в текст. Это можно сделать с любым онлайн-конвертером, например, из HEX в текст. Получается достаточно длинная строка и достаточно короткая строка текста. И мы здесь видим на русском языке информацию о том, что родился Константин в 2009 году и фамилию, имя, отчество его отца, матери. Хочу заметить, что из свидетельства о рождении не используются такие данные, как номер документа, орган выдавший, потому что мы сосредоточены на том, чтобы сохранить факт. Ведь размещается информация достаточно публичного характера. И, ну, в принципе, вот именно поэтому факт этот может быть размещен только по инициативе заявителя. Потому что он осознает, что его никак уже не убрать из блокчейна, только по своей инициативе. Да, не каждому удобно будет разбираться в теле транзакции, что-то там выделять, соединять, преобразовывать. Поэтому предлагается разработать решение, веб-решение, то есть страницу на сайте, которая будет преобразовывать код из транзакции в текст, или, например, мобильное приложение. Я представляю прототип мобильного приложения. То есть, допустим, есть много записей разного характера. Мы можем свайпать, смотреть все записи сразу, либо выделить, например, только факты рождения, либо только факты заключения брака. Если у нас есть под рукой QR-код транзакции, можно сразу посмотреть по QR-коду транзакции, ее найти, то есть, либо поискать по содержимому транзакцию, если вы знаете часть, например. Либо, например, найти по номеру блока или по дате создания, или по номеру хэша, то есть по названию хэша набрать. Если открываем транзакцию, то видим в трех представлениях ее в формате BS58, хекс и текст. Транзакцию можно сохранить, ну, как в избранное. Например, если вы делаете несколько транзакций о себе. В дальнейшем даже, ну, есть идея выстроить генеалогическое дерево. Также можно поделиться транзакцией с друзьями. Практическая реализация. Ну, для того, чтобы осуществлять такие записи, подразумевается, что физически человек приходит в организацию, такой как банк, к менеджеру со свидетельством из ЗАГС, передает, менеджер, в свою очередь, проверяет на подлинность документ и по данным из документа заполняет печатную форму внимательно и передает на проверку заявителю. Также в документе учитывается, что этот клиент, он понимает всю ответственность, то, что обратного хода нету, если он захочет, например, отменить эту запись в блокчейне, да, и подписывает. На этом основании менеджер осуществляет с помощью программного обеспечения, принцип которого я рассказал, в блокчейне транзакцию. И выдает клиенту как уведомление с подробностями транзакции, в какой она была включена и так далее, заявителю. Для чего заявителю такая транзакция? Ну, это обычные люди, клиенты могут обращаться за этим. Ну, просто так, на самом деле. Вот сейчас как раз это имеет только символическую ценность. Ну, знаете, вот в 96-м году, когда сайты только появлялись, они тоже были просто так, а потом эти площадки начали использовать уже не просто так. И вот он может, например, похвастаться перед друзьями, показать на телефоне о том, что вот у меня, значит, брак произошел, это в блокчейне есть. Это может быть интересно. А скольким людям это может быть интересно? По данным издательства Business Insider, инвесторы Джереми Лью и Петер Смит, это инвестор снапчата, проанализировали, что в 2017 году пользователи биткоин 6,5 миллиона людей по миру. Ну, мы знаем, сколько людей живет в мире, сколько в России, можем составить грубые отношения, соотношения, и по итогам получим, что в России потенциально 130 тысяч человек пользуются биткоином. Может быть, несколько процентов из этих людей могут заинтересоваться услугой внесения данных в блокчейн биткоина. Какие трудности? Конечно, это трудности правового характера, то, что сейчас происходит регулирование, и вы все о них знаете. Например, где можно использовать? Представьте, потерялся ребенок. Он помнит свое имя, фамилию и имя матери, но не помнит, не знает просто молодой остальных данных. И вы хотите ему помочь найти родителей, находите эту запись о его рождении, в его записи о его рождении, и имеете уже полные фамилии, имя, отчество его родителей. Вот это помогает вам найти его родителей и помочь. Или другой пример. Человеку нужно воспользоваться, использовать собственность, заложить ее или продать, например, квартиру. И ему нужно подтвердить, что она на момент приобретения не была совместно приобретена. То есть статус, его семейное положение, он был не в браке. И его могут попросить предоставить свидетельство о том, когда он был в браке, когда не было расторжения. Если организация, которая запрашивает, будет использовать блокчейн и посмотрит там, не будет этой необходимости искать эти документы. это упрощает. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.